Список в избирательном бюллетене длинным не будет. Туда попадут представители парламентских партий и еще один-два кандидата, рассказав журналистам близкий к администрации Путина источник. Основная общая черта всех нынешних кандидатов в российские президенты – их исключительная преданность диктатору. Надо понимать, что в списке фамилий, которые окажутся в бюллетене, будут только те люди, в которых они абсолютно уверены, что они не зайдут за флажки. Только такие люди. Поэтому, если они будут верить в то, что либеральный кандидат за флажки не зайдет, они могут ему разрешить. От либерально-демократической партии России в президенты баллотироваться будет ее руководитель – 55-летний Леонид Слуцкий. Он – яры сторонник Путина и войны Российской Федерации против Украины. Партию Слуцкий возглавил после смерти Жириновского. В 2018 году сразу три журналистки обвинили политика в домогательствах. Депутат Слуцкий ведет себя в отношении барышень как абсолютное животное. Он многократно на этом попадался. Он знаменит этим в основном в России. Других каких-то блестящих политических побед он не одерживал. Он известен под псевдонимом «зайчутка». Это термин, которым он награждал многочисленных дам, которым он грязно домогался, работая в Государственной Думе. 75-летний Николай Харитонов идет на псевдовыборы от Коммунистической партии. Он уже был кандидатом в 2004-м и набрал чуть больше 13% голосов. Теперь Харитонов заявил, что ни в коем случае не будет критиковать Путина. Публично отказался от критики главы Кремля и Владислав Даванков. Он баллотируется от партии «Новые люди». Они даже не будут выглядеть демократически. Никто не поверит. И понимаете, в чем дело, даже сами эти люди говорят, что они не претендуют на пост президента Российской Федерации. Очень интересно. Они все говорят, что Путин, конечно, лучше. Удивительные выборы совершенно в этом смысле. Но это уже не первый раз. Центральная избирательная комиссия России отказала в регистрации инициативной группе по выдвижению журналистки Екатерины Дунцовой в президенты Федерации. Там заявили, что в документах обнаружили ряд ошибок. Дунцова пообещала обжаловать решение ЦИК в суде. Сегодня мы обратимся в Верховный суд для обжалования решения Центральной избирательной комиссии. Поскольку это решение не основывается на законе. Все основания для отказа приведены в законе о выборах президента России. И никакие перечисленные недостатки таковыми не являются. Екатерина Дунцова, российская журналистка в Телеграм. Впервые в истории страны российского президента будут выбирать в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года. Кремль заявил, что псевдовыборы проведут и на оккупированных России территориях Украины.